Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся с вами недалеко от перевала Дамхурц, перевал, который ведет на Северный Кавказ, как раз в сторону Архызы, там, где находится древнехристианский город. Храмы, которые строились абхазскими царями. Я, кстати, уже делал трансляцию с той стороны, когда я был в Карачаево-Черкесии. Так вот, ну, это отдельная тема, я потом уже буду вам рассказывать про эти тропы древних христиан, которые шли в паломничество в Иерусалим, в Константинополь, по этим местам, в сторону Питсунды, и потом оттуда уплывали в Константинополь и Иерусалим. Это отдельная тема. Сегодня наша тема совершенно другая. Она связана с древними религиозными обрядами, которые совершались пастухами в горах. Слава Богу! Сегодня нам удалось найти живых пастухов. Вот я уже третий год, значит, пытаюсь добраться до пастухов, найти их. И вот здесь сегодня мы сделали, значит, маршрут порядка 12 километров от Аватхара по каньону реки Лашпсы. И вот здесь вот нашли нам на этой поляне, значит, Арха, как они его называют пастухи. И вот там находится камень Алхаз, покажи, пожалуйста, Чичин, Чичин и Ха. Вот нам наверху находится Чичин и Ха. Вот, значит, вот на этом месте, поворачивая сюда камеру, на этом месте мы нашли, вот здесь находится, значит, закон. Правда, уже скот они выгнали. Эти пастухи нас приняли, угостили, значит, холодным кефиром, да, по-русски так мы говорим, кислым молоком. И я спросил их, поскольку они уже давно, и их отцы, и деды занимались такого рода деятельностью, я спросил их, знают ли они или совершают ли они какие-либо обряды религиозные, связанные с их родом деятельности пастухов. Они сказали, что нет, ничего такого они не помнят, и не помнили, чтобы кто-то из их, значит, предков совершал это, из тех, кого они помнили. Почему я это спросил? Дело в том, что более 150 лет тому назад сюда, на эти пастбище поднялся Соломон Званба, или Жанба по-абхазски. Это первый абхазский этнограф, который собирал различные материалы, и он записал здесь некоторые, описал некоторые обряды, которые совершались с пастухами. Все эти его материалы были опубликованы в 1855 году в газете «Кавказ», и статья называлась «Абхазская мифология, религиозные поверья, обряды между жителями Абхазии». И вот среди всего остального, что он описывает, тех обрядов, традиций, которые совершались не только в горах, есть следующий один интересный фрагмент. Я его вам зачитаю. «Айтар», пишет Соломон Званба, «покровитель домашнего скота». Этому айтару пастухи приносят в жертву молочную кашу, обыкновенно в субботу вечером, только не во время поста, раз в году летом. Около котла, наполненного кашей, становятся все пастухи, сколько их найдется при стадах, и старший из них просит айтара о размножениях стада и о защите их от хищных зверей. «После того кашу едят все присутствующие». Вот такое интереснейшее описание. К сожалению, в то время, когда он это фиксировал, еще не было абхазского алфавита, грамматики, поэтому он не мог это зафиксировать на абхазском. Если бы он это сделал на абхазском, конечно, для нас это был бы неоценимый материал, потому что, например, он говорит кашу, как она называлась на абхазском, в то время нам потом нужно будет это реконструировать. И вот, значит, теперь наша задача, историков, этнографов, религиоведов, попытаться понять, кому обращались, кто подразумевался под айтаром, что это за каша, которую они тогда варили. И изучая, значит, вот этот материал, друзья мои, мне тоже удалось немножко реконструировать вот этот религиозный христианский обряд. Прежде всего, айтар. Сегодня абхазские филологи, историки совершенно точно знают, что слово айтар и слово айерг греческого происхождения. Первое слово, значит, оно состоит составное из двух слов, да? Вот первая часть ай и в слове айтар и в слове айерг означает святой, то есть от слова ай-еос или сокращенно ай. В данном случае понтийские греки, прямо как и мы, говорят айерг. Айерг это святой Георгий, айтар в данном случае речь идет о святом Федоре, потому что тар, или по-ассетински тутер, или теодорос, или феодор, греческое фито, на разные языки, когда переводилось тот или иной греческий текст, он передавался с помощью буквы Т, и в абхазском случае с помощью буквы Т. Вот, поэтому эти пастухи 150 лет тому назад обращались в качестве покровителя домашнего скота к святому Федору. Тоже не случайно. То есть если бы только это делали бы абхазы, и абхазы считали бы святого Федора покровителем домашнего скота, мы бы сказали бы, что может быть под этим термином подразумевается кто-то другой. Но нет, и христиане на Балканах, и сербы, и болгары, и картвельские племена, и аланы, которые живут на той части, за этим кавказским хребтом, где мы сейчас находимся, вот, и они все полагали, что святой Федор, или их было два святых, святой Федор Стратилат и святой Федор Тиран, одни исследователи полагают, что это один святой, другие полагают, что они жили, значит, разные лица, но жили в одно время. Но тем не менее, именно вот об этих святых идет речь во всех этих этнографических материалах, и они считались этими людьми как покровителя домашнего скота. Дальше. Почему это моление совершалось в субботу вечером? Вот еще одна интересная деталь. И почему готовилась каша? Вы знаете, что в абхазской традиции, религиозной традиции, в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, всякий раз, когда совершается тот религиозный обряд, значит, закалывается жертвенное животное. И вот здесь мы имеем уникальный случай, когда этого не делается. Варится каша. И этому имеется объяснение. Дело в том, что в феврале месяце чаще всего, ежегодно, один раз в году, совершается воспоминание чудо, значит, связанное с Колевым и связанное со святым Федором. Это совершается в феврале, в первую субботу, первой неделе Великого Поста. И поэтому у абхазов, проживающих в Турции, февраль месяц именовался Айтарамз. И это моление совершалось в субботу. Поэтому уже отказавшиеся в горах абхазы в качестве продолжения вот этого обряда, вот этой традиции, действительно связанного со святым Федором и имеющий отношение к Великому Посту по времени ее совершения, они уже здесь делали повторно в горах. Но если в том случае они делали кашу постную, то в этом случае они делали кашу молочную. И как вы видите, все это делалось в субботний день. Это тоже очень интересно и подтверждающее вот то, что я вам сейчас рассказываю. Далее. Тут есть еще одна любопытнейшая вещь. Современные христиане православные во всем мире, и греки, и русские, и все остальные, когда совершают воспоминания чудо святого Федора в субботу, готовят кашу. Но в данном случае они его готовят из вареной пшеницы, добавляют мед. Некоторые делают уже в наше новейшее время из риса и так далее, и так далее. Мы с вами, абхазы, в наше время, когда человек умирает, тело находится покойника, потом целый цикл поминовений совершается, вы все знаете, что тоже готовится каша. Так вот эта вся каша, которая сейчас готовится, она не была таковым в древности. Византийский историк 14 века, значит, Ксанфопулос, Никифор Калист Ксанфопулос, простите, он сохранил нам описание вот этого чуда святого Федора. И когда он, значит, события происходят в Константинополе в 4 веке, в 60-х годах, когда Юлиан Ацтупик, римский византийский император, правильно говорит римский император, он возрождает язычество и окропляет все продукты, продававшиеся на рынке Константинополя, кровью и доложертвованных животных. И с тем, чтобы осквернить христиан. И является святой Федор, епископ у этого города Евдоксию, и говорит, что скажи христианам, чтобы они не покупали никаких продуктов. Тогда этот епископ говорит, так что-то нам нужно кушать, а что делать? Он говорит, самое простое, что нужно и можно приготовить, это коллива. А тогда спрашивает этот епископ, а что это такое? Он говорит, что это каша, вареная каша из просы. То есть, говоря на абхазском языке, быстро. Потому что в древности, мы же, наши с вами предки, готовили абыста, мамалыгу, не из кукурузной же муки, кукуруза очень поздно завезена, она делалась из просы. И вот он ему говорит, что на моей родине, а его родина была город Евхаид, современный Бьюазу в Турции, то есть вот за этими горами, находится Черное море, это противоположный берег Черного моря, или современные побережья Турции, или то, что в древности называлось хонтом. То есть, у этих людей, как и у нас, была та же самая традиция пищи, которую они потребляли, то есть, вареная каша из просы, или то, что мы говорим об эстах. Другими словами, смотрите, как получается, оказывается, в древности это совершенно делалось иначе, чем мы делаем современные христиане. И древние традиции, свидетельства к Санфополусу, Никифора Калиста, свидетельствуют как раз о близости абхазских традиций к древне-византийскому. И последнее, значит, относительно молитвы. Мне удалось среди фольклорных материалов турецких абхазов, опубликованных Русланом Гошбо в 1980 году найти молитву пастухов, которая была записана и опубликована Амаром Бегуа в 1971 году. Пожалуйста, послушайте. И дальше идут еще две строки. Вот первые четыре строки – это действительно и по рифме, и по содержанию – это молитва, обращенная к святому Федору с тем, чтобы он сохранил стадо от диких северей и умножил, размножил это стадо. Дальше. И вторая, и последние две строки – это некое историческое пояснение, это историческое какое-то событие, добавленное уже чуть позже. Мы это имеем во многих церковных текстах. Любые тропари, кандаки, особенно византийского происхождения, из византийской гимнографии церковной, вы, если посмотрите, увидите. Вначале идут какие-то сюжеты евангельские, обращения, молитвы и так далее. И затем уже идет некое историческое пояснение конкретному событию, связанное с конкретным временем. В данном случае нам сложно, мне, по крайней мере, сейчас сложно сказать, что здесь под двумя последними подразумевается. Но вот эти первые четыре стиха нужно помнить и нужно их использовать. Вот это все я вам рассказываю, друзья мои. Почему? Потому что в древности, в древности здесь были простые христиане. Мы иногда думаем, что христианство – это исключительно теоретические, теологические рассуждения. Вот так мы воспринимаем. А все эти небольшие какие-то обряды никакого значения не имеют. Нет, безусловно, теоретическая важная часть, догматическая, она, безусловно, самая важная часть. Но, тем не менее, и вторая, то, что мы относим к понятию народного православия, тоже имела очень важное значение. Вы представьте себе, люди, которые поднимались в то время сюда. Это сейчас у нас супермаркеты, магазины, и сюда мы приходим со своими продуктами. А в то время жизнь семьи, жизнь деревни, и в целом, целого сообщества, а может быть, простите, и целой страны, зависела от того, какой будет удой здесь молока, сколько сыра будет здесь заготовлено. Я еще застал те времена, когда наши деды поднимались в эти горы и заготавливали сыр, который они потом распределяли по семьям. Там, допустим, девочки были уже замужем, им отдельно давали, те, кто дома оставался, или кто-то старший сыновей ушел. То есть, от этого зависела жизнь этих людей. И понятно, что среди этих гор, где тогда было очень много диких зверей, всегда была опасность для скота, для домашнего скота. Были различные болезни. И чтобы все это не происходило, они обращались к святому Федору, чтобы он стал покровителем их домашнего скота. Они ему совершали в той степени, в той мере обряд, который они могли здесь сделать, в этих горах, где не было ни церквей, ни храмов, ни каких-то других объектов, где это можно было полноценно совершать. И тем самым, тем самым, они находили это покровительство, потому что и святой Федор, который молился за них перед Господом, он понимал, что простая молитва этого простого...